Игнат Тихонович, к вам на почту пришло приглашение поучаствовать в конкурсе. Ну, это не один раз было, но я не знаю вообще-то. Вот можно посмотреть, как это. Приглашение на конкурс христианских сайтов. Поближе подойди снимать, чтобы было крупным планом. Вот я подниму, вот оно видно, нет? Да. Приглашение, это голуби у меня тут все свои. Вот я открываю его. Приглашение на конкурс. Христианских сайтов 2018. Вот оно как. Доброго времени суток, дорогой друг. Прошел год со времени окончания конкурса христианских сайтов. Это значит, что наступило время для очередной попытки взять полный, главный приз в соревновании с другими веб-мастерами. Мы приглашаем тебя подать заявку и быть активным участником конкурса христианских сайтов 2018. В нашем сайте ты узнаешь об условиях участия. И вот это вот надо нажимать. До встречи с уважением. Редакция Байбл. Лестница в 8. Вот нажимаем на эту. Вот он выдает. Конкурс христианских сайтов 2018. Тема конкурса этого года «Лучший веб-мастер». Это значит, что должен быть не только оценен сайт христианского содержания, но и его создатель. С этой целью мы просим рассказать немного о себе, о своем сайте. И если желаете, о своей жизни. Страница с этой информацией не будет сохранена, а будет удалена через несколько недель после окончания конкурса. То ли люди просят, а я оставляю запускай, я не возражаю. Только ничего не искажать. А у нас ресурсы очень-очень большие. В этом году мы решили предоставить право оценки самим участникам. Заявки и их обсуждения мы переносили в этом году на платформу Facebook. Важно, что конкурс будет проходить два этапа. Подача заявки с 1 по 21 сентября. И голосование с 22 по 30 сентября. Сайты, не проголосовавшие за какого-либо участника, также не будут соцениваться. А следовательно, будут сняты с участия в конкурсе. Но они, видимо, должны увещевать, показывать, уведомлять. Голосование не будет анонимным. Результаты голосования будут обликованы. При равном распределении голосов относительно какого-либо участника, решение будет принимать редакция Bibles 8. В этом году будут допущены к участию все сайты, подавшие заявку. Если же ты будешь считать, что какой-либо сайт содержит неверный Библии контент, у тебя будет возможность открыто заявить об этом в обсуждении этого проекта и услышать мнение самого веб-мастера и участников. Само обсуждение предлагается провести в комментариях каждой заявке, так что никаких роликов к ним не пошлёшь. Таких также и позитивные комментарии поддержат креативность веб-мастеров и дадут импульс для будущего развития проекта. Мы также надеемся на то, что если у каких-либо участников появятся вопросы к тебе, у тебя найдётся время отвечать на них. Призы. Первое место 500 долларов, второе место 300, третье место 100. Также предусмотрены три приза от редакции Байбл. Ещё три. 1 октября 2018-го результаты будут опубликованы в рубике «Победители». Условия участия в конкурсе. Для участия в конкурсе «Христианских сайтов 2018» на Байбл 8 необходимо А. Разместить на главной странице твоего сайта пометку о твоём участии в конкурсе. Вот эту пометку. Скопируйте и туда подать. До 21 сентября подать заявку на участие. Подать заявку. Тут нажмёшь и тут видно, как её подать. С 22 по 30 прислать на адрес Байбл название сайта участника, за который ты отдаёшь свой голос. Внимание! Сайты, не проголосовавшие за какого-либо участника, также не будут оцениваться, а следовательно будут сняты с участия в конкурсе. Голосование не будет анонимным. Результаты голосования будут опубликованы. При равном распределении голосов относительно какого-либо участника, решение будет принимать редакция Байбл 8 её. Редакция желает успеха всем участникам. Ну вот дальше. Это уже... Почему в комментариях можно будет ссылку дать на ролик и всё? Так что... Вот это теперь конкурс, призы. Вот мы всё посмотрели. Это то, что нам нужно, необходимо. А что здесь? Ну вот опять то же самое. То есть они просят рассказать о сайте? Я пригласил тут вас, это... Виталия Калинникова и Сергея Пупкова. Как-то выбрать, сказать, я даже не знаю, что вы были. И они пришли, побыли здесь и написали. То есть я диктовал, а Сергей писал. Мир вам! Подробно моя биография по сегодняшний день описана вот в этой книге, на этом сайте, на первой странице. Где это? Ну я могу даже показывать. Вот они нажмут, когда на это, на первой странице-то. И сразу выйдут на наш... Вот она, «Во свете Библии». Православный библейский сайт. Для Слова Божьего нет уз. Это книга. Вот я её сейчас нажимаю, вот здесь видно. Она открывает оглавление. Вот она. Автобиография. Вот она. Я нажимаю «Автобиография». Пошла. Вот она, видишь, большая какая. То есть у меня давным-давно это всё готово. Ну то есть назад, значит, вот так. Свидетели. Как меня судили. Вот. Вот у нас свидетели. В 86-м году я нажимаю. Пошли. Мы не имеем возможности поместить здесь все заявления в защиту Игнатия Лапкина, направленные его друзьями вперёд следствия его органов. А также их протесты против незаконной конфискации, взятых у них при обысках магнитных записей и книг. Эти тексты заняли бы десятки страниц. Приведём здесь лишь несколько. Буряков говорит здесь, Шевченко, ну и так дальше. То есть очень интересно, богато. Вот. Пожалуйста. Для слова Божьего нет уз. Я про это как раз здесь и говорю. Для книги на первой странице, для слова Божьего нет уз. Ну, вот моя краткая биография. Там подробно очень, а тут кратко. Ну и дальше фотографируй. Родился 10 июня 1939-м году в Алтайском крае в Тюменцевском районе. Отец инвалид отечественной войны без руки. В семье десять детей, пять братьев и пять сестёр. С детства знал, что есть Бог, рай и ад. Рай для святых, а для нас грешных преисподнее. Имел страх Божий бояться греха, а это получил от матери Марии Егоровны. В 56-м году, после 10-го класса, поступил в строительный техникум. После его окончания в 1959-м году был направлен в органы МВД, в строгорежимный лагерь, прорабом. Оттуда призван в армию, в морфлот на Камчатке, а затем переведён в ракетные войска. 27-го сентября 1962-го года, в 17.00. Господь Бог дал мне Святую Библию на дому. Латвия, город Вен, сосудница Карла Розенберга, 84, Еремея Михаила Александровича, Анна Матвеевна. И ролик ставлю. 52 года в пути, Латвия, Венспилс. Я его поставил 27-го, 6-го, 14-го. Уже 8 лет, 4 года проходит. И вот это где там есть. Тут даже если вот так вот нажать, вот я сейчас нажимаю, и сюда поставлю, даже отсюда она выведет туда. У других там нет. Вот я нажал. Смотри. Вот она. Я там молюсь. 52 года в пути, Латвия, Венспилс. Сегодня суббота, 28-е июня 2014-го года. Вот мы находимся в Латвии, Венспилс. Сюда я стремился 52 года. Понятно, что было очень большое переживание. Капю. Вот. И теперь я возвращаюсь сюда, и они могут это найти увидеть. Я там принес покаяние перед Господом и получил крещение Духом Святым. С этого дня началась новая жизнь во Христе Иисусе и череда испытаний. Это все подробно описано в вышеуказанной книге для Слова Божьего Нетуз. Это книга средств истории нашего государства. Начались аресты, тюрьмы, освобожден в 1987 году, реабилитирован в 1992 году. В 1991 году с моим родным братом Яакимом, священником Портоиереем МП и друзьями с нуля стали восстанавливать наш родной поселок Потеряевка. Стертый с лица земли в 1972 году, как 21 тысяча подобных трагических сел. Являясь создателем детского православного трудового лагеря Стана, в честь священномученика Климента Анкирского, казненного в 312 году, 45 лет был его начальником. Без единого рубля от государства дохнули тысячи детей, взрослых со всего Союза и со многих стран. Были преследования и суды, и все до одного были выиграны. На этой первой странице нашего сайта коснитесь ящейки «Звук и видео», и там откроются снятые у нас фильмы, занявшие первые места на международном конкурсе в России. Были написаны изданной 38 томов. На автомобиле «Газель» была осуществлена нами международная миссия о Христе от порта Находка Владивостока до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика и Север. С нами была собака-ураган, чемпион России по кинологическому спорту. Хозяин собаки Сергей Пупков посетили более 600 городов и районных центров. Во всей библиотеке этих мест были подарены полные комплекты из 38 книг. Каждая книга 752 страницы. Они все на нашем сайте. И Библии. Стоимость одного комплекта из 38 книг 750 евро. Только в окрестных селах раздали более 30 тысяч Евангелий и Новых Заветов. Кроме этого сайта, у нас есть иные ресурсы именно с моими материалами. Мой мир. 20 на 1000 наших фото. Форум. 1602 темы. Наш видеоканал. Вот эти библии открытым оком. Здесь. Открытым оком. Здесь 12 370 наш видеоролик. О сайте. Просят. У нас в общей вещи хорошие программисты, модераторы, администрация. И они оформили и следят за нашими ресурсами. В прошлые годы, еще до моего ареста, до 1908 года, мною были насчитаны на катушке около 50 книг. Продолжительное звучание около 25 тысяч. Двух с половиной тысяч часов. Это Святая Библия с неканоническими книгами с анодального перевода 1876 года. Творение Святого Яна Златоуста. 12 томов. Жития Святых. 12 томов. Добротолюбие высшей христианской философии и этика. 5 томов. Четыре книги отца Григория Диченко по 750 страниц. Уроки-примеры христианской веры, надежды, любви о душе. Насчитан и распространен во многих экземплярах полный архипелаг Гулаг Солженицына. В аудии беседы с отцом Александром Менем, отцом Дмитрием Дудковым, отцом Глебом Якуниным, Зоей Крахмаликовой, с писателями, поэтами, интереско репрессированными, раскулащенными, за что и поплатился во славу Божию. Создание этого православного библейского сайта позволило все эти материалы оцифровать и широко распространить. Они переведены в отдельные файлы в наш видеоканал. Сайт позволил многократно распространить сведения об указанных сокровищах. Мне очень нравится название конкурса со словом «Библия». Телефон 8-961-230-70-60. Сационар в Барнауле 38-52 и 24-38-46. 656-056. Алтайский край, город Барнаул, улица Ползунова, 6. Адрес электронный. Лапкин, Игнатий Тихонович. Вот так написали. Ну, можно отправить уже где-то 1-2 сентября до 21-го можно будет посылать. Потому что, ну, меньше, чем на первое место, я не согласен. Я знаю, это я вложил в нее больше 50 лет. А другие-то они, почему? Потому что я перенес оттуда, оцифровали, насчитанный златоуз, Библия. Это все в интернете стоит. Это нельзя сегодня никому создать. Вот сейчас бы человек какой-то сказал, а я создам то же самое, и не получится. В каком году сайт стал функционировать? Ну, по-моему, с 12-го года. Тут даже где-то написано должно быть сайт. Я даже могу показать, вот кинуться сюда. Статистика Библии. Сайт. Есть или нет здесь. Сколько вопросов. Интернет, страницы, интернет. Вот, православный библейский сад во свете Библии создан 21-го января 2009-го года. О, ошибка какая была. То есть практически... Мой мир создан 28-го января 2010-го на следующий год. Православный форум Игнатия Лапкина во свете Библии открыт 7-го февраля 2010-го года. Православный видеоканал «Открытый мох» во свете Библии Игнатий Лапкин зарегистрирован 21-го декабря 2012-го года. О, позже всех. Здесь 10, теперь уже 12 тысяч. 12 тысяч 312. Наш видеоролик. У нас есть страница в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, в живом журнале и иное. Но я там не бываю. Ставят материалы и прочее. Там модераторы и администрация наших ресурсов. Мы как-то фотографируемся вместе. Нас где-то 12 человек примерно. Кто-то оплачивает, кто-то следит. Кто-то, ну, там другие места рассылает, чтобы знали о нас. Выпущены квиточки очень хорошие. Это как... Я даже не знаю, где-то они тут есть. Где тут? Документы. Вот сейчас, может быть, где-то есть документы. Игнатий Лапкин. Так. Новый Завет. Бьем Козлов. Ну, где-то здесь должен быть уставы. Благодаря регистрации. Благодаря регистрации. Этот. Я мог бы его даже переслать. А где он, квиток? В документах я его не нашел. Квиток. Ну, где-то он есть. Ну, где-то он есть. Надо посмотреть, кому я его посылал, и оттуда вытащить. Я даже могу показать, какой квиток. Много создали его. Много создали его. Потрудился здесь Сергей Пупков. И помог очень хорошо дальше оформить козлов Сергей парализованный. Мы туда-сюда, туда-сюда пересылали друг другу, пока он сказал, все, окончено, окончательный вид. Вот так. Вот он. Я не знаю тебе, как он покажется. Маленький, чтобы. Вот там он где-то у меня есть. Я могу показать. И на обратной стороне. Все наши ресурсы. Кому пришла идея? Вам или кто-то вам подсказал, что нужен сайт? Мне сейчас трудно даже это сказать было. Как-то вот сайт, сайт, это я стремился к этому. Там Николай Пальгуев магнитофоны направил. Пришлось самому оцифровывать. Это дело было очень непростое. Очень. И даже говорить страшно. Я иные дни, когда оцифровывал, это же оцифровывать на скорости. А это прослушивать надо две с половиной тысячи часов. Уму непостижимо. Я один работал на аппаратуре. Начинал с 14 часов, допустим. В следующий день у меня 15-16 часов. И последний день уже я переписывал, превращал оцифровку. 24 часа. Вот так у меня там такая комната. Ну почти вот такая же комната. Я вот так иду. На кухню зашел. А тут аппаратура крутится. Я остановился. А где же я нахожусь? Так. В Барнауле. А, тут. Я опять туда иду. Мне нельзя сесть. Я сразу мгновенно усну. Я дошел до сюда, остановился. Пока поворачивался, опять уснул. Но ни разу не упал. Где я нахожусь? 24 часа. Перед этим день был. 23 часа я за ним стоял. В сутки вы имеете ввиду? А? Ну в сутки, в сутки. С 15 начали и закончили. Да, я каждый день прибавлял, потому что я очень всегда тороплюсь. Стремительность позволяла мне сделать то, чего при обыкновенной работе бы никогда не сделал. Это меня приучили в КГБ. Они перед окнами стояли всегда. Машины, караулили. И мы старались максимально быстро сделать. Размножить хотя бы 10 экземпляров и скорее по всей стране разослать, где могли бы сами делать. Ну вот такое дело. Так. Ну все, я показал, какие ресурсы. Еще есть живой журнал. Я там не бываю. Там модераторы работают. Надо где-то, я говорю, 12 человек примерно. Ну, деятельно так. Может быть трое работают только. Остальные там следят, узнают. В аппаратуре приходят, где не ладятся, ремонтируют. Оплачивают. У меня все оплачено. Я сам. Ну, только летом здесь я оплачиваю. Потому что я оттуда уезжаю. Там блокируется, чтобы не платить. Игнат Тихонович, я знаю, что вы ежегодно отмечаете день открытия сайта. Как это проходит мероприятие? Ну, как приходят, приходят люди, я объявляю, сколько, чего сайт. Понимаешь, я даже мог бы посмотреть, когда вошли туда. Сейчас я уже туда не зайду. Сайт. Какая посещаемость? Я не знаю. Ну, я могу определенно, четко сказать. Такого сайта во всей мировой сети нету. Нету. Это невозможно. Это невероятно. Во-первых, вот все мои книги. Вот я наткнул книги. Вот они. Новый Завет. Изданный нами. Новый Завет. С переизданием. Там покрасили все гравюры Гестава Даре. Вот она где. Три тома получилась по 752 страницы. Открытым оком 33 тома по 752 страницы. Там вопросы-ответы, проповеди. Там вообще. К истину православия книга. Для слова Божия нету. Тоже 750. Все стихи. Пособия там. Око стихи. Сборник стихов. Проповедях. Том первый, том второй. Том третий, том четвертый. То есть надо пояснить, что это все ваши труды. Это мои труды. Это 3467 стихотворений по 9 куплетов. Четырехстрочных. В каждом вот на странице у меня 42 строчки. 36 занимает стихотворение. А впереди одна строчка пустая или нет. И эпиграф из Библии. И каждое стихотворение занимает одну страницу. Одну страницу. Это и сейчас она против каждой строчки. 36 раз надо открыть Библию. Открыть Библию. Это вообще уже не знаю еще. Игнат Игоревич, расскажите, стихотворение ваше автобиографическое. Вот смотри. Вот конкретно. Но это больше взято. Много трудов, значит, на смерти. Вот дальше идет. Там я обычно беру, допустим, вот такое. Больше нельзя. И вот идут наши стихи. Вот сейчас как бы о жизни мы рассказываем, да. Вы можете автобиографическое ваше стихотворение продекларировать. Пример к себе своим воображением. Мы можем в интернете запросить. Вот смотри. Вот раз строчка, два. И напротив каждое место Святой Библии. Вот откуда это взято. Второзаконие, Сирахов, Третья Езра, Псалум, Иисуса Новина, Первым Коринфянам, Марком, Четвертым Царств, Исаии, Христианство, Иеремия, Премудрость Соломона, Евреям, Иезекииле, Иова, Вторая Маховейских, Откровения, Вот, Тарова, Иезекииле, Матфея, Деяния, Иеремия. Ну, вот такое дело. Я не считаю себя поэтом. Потому что я пишу на те темы, на которые никто не писал. Я очень много знал стихов наизусть. Вот у меня том 26-й, открытый боком. Там я вел занятия в университетах. И, допустим, я студентам говорю, вот эту неделю, и там две недели, я буду отвечать на вопросы ваши, какие задают записками, вот как Осип его задают. Согласно тому, что сказали святые поэты, поэты. 300 поэтам за 300 лет, что они сказали по тому вопросу, который вы мне задаете? Так это невозможно. Все понимают, невозможно. То есть это 20 тысяч файлов нужно все время было на каждый вопрос. И на каждый вопрос отвечают шести поэтов. Шесть поэтов. И у каждого поэта ставили эпиграф из Священного Писания. То есть таких книг не было, нет, и не может быть. Я очень благодарен Евгению Евтушенко, он умер. То есть представлены материалы были, и мне легко было поэтов искать. И фотографии их. 26-й том, открытый боком. Я мог бы даже показать здесь, он, кажется, есть. И вот здесь. Смерть согрешивших держит на примете. Семь с половиной тысяч лет упорно. Внезапно гибнут взрослые дети. На море, по пустыням, и в ищельях горных. Любой предмет, конверт, копыта, зубы, стекло, веревка или провода. Во всем есть смерть, кого-то это сгубит. Та вещь уже на нас нацелила рога. Вот это просто надо прочитать. Сборник стихов. Вот. О воспитании воспитателей. Беседа с фректантами. Симфония на некадрической книге. Ну, то есть это вот книги. Отдельно книги для Слова Божия нет уст. Новый Завет вот отдельно. Звук и видео. Фатуархив, стихи. Проповеди. Это не одна проповедь. Допустим, я нажал проповеди. А вот священников указано, на какое место писания они должны сегодня, допустим, ну, читать, проповедовать. Вот я вот ткнул проповеди. 1136 проповедей в храмах Барнаула и Потеряевки. Список проповедей по алфавиту. Вот она сначала, не было так. А воочи. 14-й том, 733-я страница. Том, страница. Авраамова благословения нам. Авторитет восстановить. Адвентисты, еретики. Аллилуйя за все. Анафима отступникам. Ангел спасает ли. Анфим, архипастырь. Триканфима три. Ароматы, бдительность. Ну, и так вот я сейчас вот прокручиваю. Это все проповеди. Воздвижение. Где молчать. Гроб и жизнь. Гробовая вера. Грядущих на облаках Христос. Какой том, какая страница. По темам. По темам. Но у священников проповеди по алфавиту. Значит, по местам писаний. Вот я ткнул другую строчку. Вот эти же проповеди идут. Где, если сказать, допустим, Матфея, такая-то глава, такой стих. Ага. Где на ее проповедь? На какой стих? Где как проповедовал? Вот Матфея 4, 1. Это 20-й том, 508-я страница. Четвертый стих. Это 12-й том, 13. 12 и 13, так? Что еще тут это? 12-13. Том 12, 528. Четвертый том. Столько-то. Том 21-й. Такая-то страница. 4, 16, 17. Это Матфея. Том 17. Страница 453. Матфея 4, 16. Это том 20-й. Страница 459. Итак, вот посмотри, какая работа проделана. Каждая проповедь зафиксирована под цифры. Марк, когда на Марка говорил, на Луку проповеди, на Иоанна, на Деяния, на Якова, на всех святых, вот, римлянам, первое коринфянам, вот, Тимофею где. Проповеди по Ветху по Ветхому Завету на различные праздники и события, вот она где идет. На 1 сентября, теперь другое совсем. День лагеря, крещения, день пророка Ильи, том 28, 542 страница. Вот так. Слава смотрению Твоему. Это только по проповедям. Занятия в Потеряевке для чтения. 123 занятия для чтения. Вот оно. Ангелы на Рождество. Воскресный день. Долг. И в него век милость его. Какой том, какая страница. Тематически. Еще 123. Но это не все. Занятия для скачания. Проповеди. Дальше. Аудио Библия, начитанная мною. 3137 стихов. Это что? Книги. А вот еще проповеди поглядели. А вот стихи, фотоархив. Звук и видео. Звук и видео только толкнул. Вот аудио Библия, начитанная. Архипелаг ГУЛАГ. Это скачать можно. Творение Златоуста. Жития святых. Разные духовные материалы. Разные духовные материалы могут быть и не православные, но полезные для православных. Хотя и спорные. Это Ярла Пести. Книги Рогозина. Кто это? Совокупное совершенство. Будущее, кажется. Существует ли загробная жизнь? А это интервью со мной, которое брали. А это кто помогал начитывать? А это фильмы у нас снятые. Занявшие первое место на международном киноконкурсе. Первое место в России. Вот. Занятие. Второе крещение Руси. Второе. Это первое место тоже в России. А это первое место в Югославии. То есть материалу... Ну, лага я доказываю о том, что это после потопа осталось. И 4124 ответа по темам. Вот. 55 папок. Ну, тебя что интересует? Ну, и человек смотрит. Жития. А другой посмотрел. Деньги. Вот. Деньги, пожалуйста. Ереси. Секты. Евреи. Ну, вот я нажал. Евреи. По евреям вопросы. Вот. Видишь, как. Объясните, почему антихрист будет именно с колена данного? И кем был сам дан? Это вопросы, которые мне задавали три радиопрограммы. Вел несколько лет. Регулярно. И в пяти университетах вел занятия. В 13 школах. В милиции. Это пять отделов. Городской и краевой ОВД. Ну, вот отсюда. Можно ли верить, что пишут в житиях про евреев? Вот я нажимаю, допустим, все. О, вопрос. А теперь ответ. И после каждого ответа еще и стихотворение мое. Вот какое. Еврейскому народу суждено и ни одно катастрофическое пережить с испугу. Сегодня царствуют они не жизнь, кино, продвинутые своим все друг за друга. Не говорю о свенцам Бухенвальд. За эти зверства многие в ответе. Но те, кто с них тогда снимали скальп, презренные в истории и в детях. Народ от Авраама словно искры им и его восклятвы подтвердил. От них цари, князья с земли, министры. И, наконец, придет Эммануил. Две тысячи таких лукавых лет. Не дней, а лет. Из плена и позора. Знать выпал им кровавый тот билет. Народ священный, тогда кричали хором. Христос не царь и нет царя у нас. Лишь римский кесарь. Как могло случиться? Их солнце не сожгло в ночи луна. Так позабыть небесную отчизну. И кровь распятого на них и на потомстве. Ее не смыть и в водах Иордана. Уже маячат печи Холокоста. Правитель мира и скорее Надана. Так все перемешалось на евреях. Надежда и отчаяние, проклятие. Им слово Божие вверяет Бог на время. В Христовой церкви мы теперь все братья. Мирской мудростью измыслили масоны. Мессию воцарить весь мир ему предложат. Багряный змей, но в белизне весь сона. Чтоб на Иисуса быть во всем похожим. Откроют им глаза гонения на евреев. И на распятого возряд и возрыдают. Они же для него трудились столько времени. Без покаяния Господь им умереть не дай же. Ты сказал это где? Я сейчас могу достать вот пример к себе своим воображением. То есть это по сути ваше автобиографическое стихотворение? Пример к себе своим воображением. Вот оно поется. Автобиографичное. Среди 1 октября 2014 года. Вот Игнатий Иванович Лапкин сидит. Его стихи. Сейчас мы будем. Виктор Николаевич Савченко. Он будет их напевать. Он музыку составил. Пример к себе своим воображением. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом. Встреча стреляет точно в лоб и давит только вниз. Задача выжить ни одной победы. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден С той стороны земли. На все гляжу. С той стороны земли. На все гляжу. Хотя, как знать, когда я ускользну. Стрельба я, петля не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверен, нас пожег в истерике, в бессиле. Их совещание под тайным кабинетом. Моим паролем, кличкой, псевдонимом. Пробитаны, обклеены плашеты. Так день и ночь, астрелы мимо, мимо. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден С той стороны земли на все гляжу. Их измотало в горных перевалах. Там след моей ступни не распеплял. По шахтам, гротам, балакам, отвалам. И следует святых, о ком я начитал. Мой пех, мое убежище с Давидом. За мной долик, бешеный салон. Они разведали, что ем я мёд, как риты. А штаб-квартира избран баронаву. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден С той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Я с моим северам на своей вершине В последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине Мой след вынюхивает у кустов реки Моя погоня к нам из-за упады Я отошёл и досягаем вам Прощай, земля, азарт, закон ограда Мой труд, следы читайте по слогам Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден С той стороны земли на все гляжу. Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден С той стороны земли на все гляжу. С той стороны земли на все гляжу. Вот это автобиографично. Спаси Христос, Игорь Михайлович. Утро, рыбалка, голуби. Надо уже и закрывать это. Вот так. Таких стихотворений очень много. Дальше. Что говорят святые отцы об этом? Взят материал у меня. Я не говорю проповеди. Почти. Когда батюшки нет, не хотят читать, тогда я выхожу. Я говорю проповеди в Москве, говорил. Когда приезжаю в Тбилиси, в Америке, там в Вашингтоне, в Нью-Йорке, там в Сакраменто, где говорил, там в Лиссабоне, и в каждой библиотеке, где были, и в Скандинавии, и в Прибалтике. Ну, вдруг я раз отрезал, все больше не говорю. Стихи писал. У меня получается так. Это я записал, это за 9 лет. Трижды 9, 27. Больше, чем каждый день, в течение 9 лет. Больше. Где-то в 3 дня, 4 стихотворения. И вдруг раз, больше не пишу. Сильная охота, другой раз, написать, но вовремя отошел. Теперь только знаю интернет. Вот утром я встаю, сайт проверить, ответить. Вот сейчас, пока говорили, уже заходит и заходит кто-то. Юра, вот. Я не знаю, где она тут. Она сейчас тут 2 раза заходила, что-то она хотела сказать. Вот я как, уставился? Ну, вон она, Ксения 2, сейчас сверху. Ага, а вот она где. Что она тут сказать хотела? А ничего, она просто зашла. Поэтому она не отмечена. Хорошие выщеноотношения. Мне Роман Фроликов просит, чтобы я ему познакомил его с нашими модераторами. И он будет мне помогать. Но у меня в этом никакой нужды нет. Не то, что я против имею. Фроликов Роман, он был в Потеряевке у нас приезжал. Это любовь. Если ты это любишь. Вот я утром... Сегодня 3 часа у меня ушло на разбор почты. Вчера 4 часа утром. В 2.40 мы встаем. Я встаю в 3 с чем-нибудь. Бывает и раньше. Очень большая почта идет. И первым делом, конечно, выхожу я на свой канал. Вот. И тут вот здесь вот колокол есть. И пишут, отзывы пишут. Скверну всякую. Я всегда смотрю это. Ну, нужно нету. Человек... Не он, говорят. Боты люди там назначают. И они получают за это деньги. Кто-то направляет. У меня в день бывает там 50-100-150 нападок. Ежедневно. Ну, такое, что пустое. Оно не по делу. Ничего не зря. Секта. Ну, а дальше матерки. Ё-пх. И все дальше поехало. У меня ничего нету. И вот сегодня у меня сейчас вот стоят замки. Видишь, это замки. То есть администрация работает. Я каждую неделю отсылаю диск. Они вставляют. Сейчас понедельно. Сейчас у меня идет запись. Так. Смерть согрешившим. Это можно закрыть. Вот так. Так у меня сейчас идет... Слышь, минуточку. Где оно у меня? Вот оно где. Номер 169. 170. Вот сейчас на 170. Это 170 неделя, как помещаю. Неделя. Через 20-30 дней. Меньше еще. События дня. Вот оно. События дня мне подкинули. Каждый день, говорит. 988. А еще 12 дней будет тысяча дней. Ни одного дня не пропустил пока. События интересные. Да, люди приходят. Ну, немного. Там 200-300. Но это клиенты наши. А в интернете-то там вообще люди ничего не занимаются. Другой пакости делает. А иной бабка. Как очистить сковородку? 3 миллиона 800 тысяч. Сковородку почистить. Просмотров. Посмотрим, ушел. Он стал лучше? Нет. Обратился к Богу? Нет. Другой. Как в лесу выжить со щенком? 8 миллионов. Например, рассказать. Показать. Игнат Тихонович, вы скажите, что для вас Библия? То есть сейчас мы записываем ведь... Ну, а Библия это особый разговор, что-то. Ну, вот в двух словах. И, наверное, надо уже... Другого слова. Для меня жизнь Христос и смерть приобретения, Павел говорит. А Библия Слово Божие. Маяк. И вы хорошо обращаетесь к этому святильнику, до корня начнется рассвет. Не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, Петр пишет. Все писание Бога духовное. Для меня абсолютный авторитет. От Андрея Кураева подчеркивает. Особый пиетет. Мне Бог дал абсолютную веру, написанную в Библии. И вот считай, это было в 62-м году. Ну, а что тут в 62-м-то? Там по 30-40 отнять. 50-56 лет уже фактически. Я стою на этом. Библейские стихи, библейские проповеди, библейские книги. Библия для меня все во всем. Но она не является, как говорят, идолом. Нет, это руководство. Руководство и благоговение. Господь говорит, любите меня, соблюдите мои заповеди. Я их должен знать. Мне Господь позволил Библию считать на разных языках. Первоначально было, когда я сравнивал с русским переводом. Русские переводы разные. И так, Свидетель Львова, там всемирный перевод Библии. Там перевода нет, там совершенно другая книга. А бывает так, перевод Касьяна, епископа. Я тоже его насчитывал на пленку. Я его не распространяю. И сравнивать с синодальным ничего не приходится. Синодальный абсолютно лучший перевод во всем мире за всю мировую историю. Вот такое мое мнение. Я сравнивал, смотрел. Четыре духовные академии. Это не один лютер сидел или в Библии Джеймса. Он король. Кто переводил, это до конца и не знает. Синодальный перевод лучший за всю мировую историю. Вот мое отношение к Библии. Ну, что еще сказать? То есть, Игнат Игонич, по сути дела, сайт, вот этот сайт, он начался еще с 1900. Когда вы стали начитывать первые пленки? Первые я начитывал до ареста еще. Это в 79 году. Они ее попортили. Ну, тогда что, распространил я, допустим, тысячу экземпляров. Библия. Это 11 катушек. 11 катушек магнитных. По 375 метров. 96 часов взбучания. У меня все абсолютно вымерено. Сколько, когда, как, определено. Вот я сейчас мог бы даже найти статистика Библии. Библия. И Коран. Библия и Коран даже могу сравнить. Вот смотри. Вот. Сомневающиеся для тех, кто что Слово Божие. Библия в русском переводе. Лучший подарок. Это у меня ролики стоят. Неканонические книги в свете Святой Библии. Это я все отвечаю. Стихи во свете Библии. Библия и Христос. Противоречия в Библии. Есть ли? Вот они. Неканонические книги. Какие? Постоянно пользовались святые отцы. Вот она говорится. Какие правила? Статистика на Библию. Вот канонические книги. Это я сам все вывел. Канонические книги Ветхого Завета. Бытие. Сколько глав, стихов, слов, букв. И на каждую книгу я вывел сколько букв. Работали, помогали мне несколько человек на калькуляторе. Остальное я сводил. И на калькуляторе только прибавить, отнять. Иоаниль, книги, Новый Завет. Все до одной книги. Сколько букв. Вот. Ветхий Завет. Из канонических книг только. Сколько? 2 миллиона 59 тысяч 465. В неканонические книги входят 13-14 главы книг пророка Даниила. Молитва монасты. Это составляет 172 главы. Но стихов, букв. 500 тысяч. Новый Завет. Содержит 27 книг, 260 глав. 7 тысячи 955 стихов. 129 тысяч 596 слов. 612 тысяч. Каноническая Библия. Во всей Библии полное вот какое количество знаков. Точек. Вот здесь вот. Запятых. Точки с запятой. Двоеточие. Вослицательных знаков. Вопросительных. Вот. Вослицательных 2170. А вопросительных 3000 больше. Кавычек. 2000. Скобок. Пробелов. Знак черта. Встречается в Ветхом Завете в канонических книгах. 2952. В Новом Завете. 488. Звук и иота. В Ветхом Завете. Столько-то в Новом. Итого. В Библии черта. 3440. Иота. 26 тысяч. Ибо истинно говорю вам. Доколе не предет небо и земля. Ни одна иота. Или ни одна черта. Не предет из закона. Пока не исполнится все. Прочитал снова весь Коран. Построчным. Посчитал количество стихов аятов. Во всех 114-40 главах. Получилось около 6212-6236 аятов. Там разные варианты. Сколько слов. 554 букв. В Новом Завете. Столько стихов. Вот как объем Корана в сравнении с Новым Заветом. Новый Завет 612 тысяч. А Коран 554. Ну любого спроси. Мусульманин-то он не знает. Это в русском переводе. В Библии полно. 3 миллиона букв. В канонической 2 миллиона 6. Коран меньше Библии с неканоническими книгами. 77 книг по количеству уков. В 5,724 тысячных раз. И меньше Нового Завета. В 1,106 тысячных раз. Сгущание Нового Завета в записи. 18 часов 21 минута 19 секунд. 755 мегабайт. Соответственно Коран 16 часов 47. 16,47 часов 679. За 16,5 часов можно прочитать Коран. Во всей Библии восклицательных знаков. В Коране 3000. У них даже больше чем у нас. Вопросительных знаков в Библии 3000. А у них 874. В Коране слово Аллах встречается 2799 раз. Евангелие слово 12. Господь 954. Бог 42. Милость 240. Милосердие 228. Книга 115. Христиане 15. В Библии слово христианин встречается всего 3 раза. А у них 15. В Коране слово христианин 15 раз встречается. А в Библии 3 раза. Многобожники 43. Сотоварищи 91. Коран 68. Для сравнения. В Коране имя Ибрахим Авраам встречается 70 раз. А Авраам в новом завете 71 и в Ветхом 168. Иса в Коране 170 раз. А Иисус в новом завете 983. Исхак 17. А в Библии Исаак 135. Якуб в Коране 16. А в Библии Яков 433. Муса 136. А Моисей в Библии 825. Марья 34. А Мария в новом завете тоже 34. Исраиль 43. Исраиль в Библии 2567. Эти цифры дают не просто для интереса. Дело в том, что автор Корана столько раз мог бы обратиться к первоисточнику, чтобы точно до буху передать, переписать в Коран все, что он брал из Библии. А Барами Исааки, Якова, Израиля, Моисея, Марии, Иисусе, Давиде, Соломоне, Сулейман. Посмотрите, сколько раз эти имена встречаются в Библии в совкупности. 5216. То есть автор Корана имел возможность 5216 раз обратиться к первоисточнику, чтобы труд его был неукоризненным, и чтобы потом не обвинять подлинник, что он где неверен. Нужно еще сравнить Нуха с Ноем и описание потопа в Коране 45 раз. Слова Божие приятнее всего, а не вожделение золота, даже множество золота чистого. Слаще меда капельсота. В высшей Библии нет ничего и быть не может. 132. Солом. Поклоняюсь перед святым храмом твоим, и славлю имя твое за милость твое и за истину твое, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. Сколько раз упомянуты в Коране библейские персонажи, указанные выше, минимум столько совершенных ошибок по отношению событий, связанных с этими личностями во святой Библии, 423 раза. Говорю только о том, что перефразируют библейские тексты. Мне, как христианину, совершенно нет дела до повести буддистов-язычников. Но в Коране описывается как бы библейские события. Если протопопа вакуум готов был умереть за один ас, то есть буква А, а при том не в Библии, то как мы должны ратовать за сохранение чистоты и непогрежденности Библии? Если мусульмане докажут, что упомянутые герои веры не наши, а совсем другие, тогда вопрос снят. Но если речь в Коране идет именно о детях Бога и Еговы, то мы при всем желании не можем не только согласиться с написанным в Коране, но должны опровергнуть уже не иудейские, а арабские басни, как мифологию. Батфея. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обречил тебя, и ты не оказался лыжицом. Откровение. Притча Соломона. Любят ли мусульмана нашего Иисуса как Бога, как Искупителя, как невыдуманного Иисусу Пророка, а невыдуманного? Учат ли так, как учили святые апостолы Христова? Если читает Коран глубоко верующий христианин и держит в памяти Библию, то у него появляется великая скорбь о стольких душах, введенных в заблуждение, не познавших Христа Бога, не имеющих Библию источником света, светильником на пути, к которому они не обращаются, погибая во тьме. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, изрекали вас святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот тебе ответ. Кем является для меня Библия? Библия. Благодарю, Игнатий Тихонович. А вот Виталий и Игнатий. Это что ж такое? А, это грамота о проповеди. Так, что ты говоришь? Благодарю. Ну и надо, наверное, завершить. Да. Благословен Господь. Ну-ка, глянь, что там у меня есть попутно. Подожди-ка. Подожди. Уйди, уйди, уйди. Вот они уже какие. Смотри. Уже глазки открылись, а? Гляди. Глазки открылись у них. Вот они у меня какие большие растут. О, видишь, уже на ногах стоят. Да хорошая моя бустка. Ой, они какие. Бютики, да. Смотри, какие пузанщики. А-а-а. Ушки черные. Хвостик серенький. Ну, еще. О, полезла туда. Да. Ну. Смотри, какие хорошенькие. А? Глазки открылись два дня назад. Ой, какие. Ну-ка, давай-ка вылезь отсюда. Вылезь, вылезь. Вот она легла. Ну-ка, давай. Вылезем. Опа. Давай, я сейчас положу на место. О. Давай. Давай. Иди домой. Никто их не возьмет у тебя. Ну, все на этом. Благодарю, Виталий. Покажи себя. Вот. Виталий уже большие изменения. За него заступаются. Вот туда, Станька. Тебя видно будет. Вот так. Вот. Работает. Есть сдвиги в работе. Ну, и в остальном. Благословен Господь. Аллилуйя. Тебе полезно тут быть? Ну, да. Очень. Да. Ну, все тогда. С Богом. С Богом. Можешь идти. Все.